Христос посреди нас, мои родные, любимые, христолюбцы, все братья и сестры во Христе, всем желаю радости и веселья в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст, по его примеру, его образу. Ну что, сегодня с вами разберем еще одни комментарии на моем канале. Я вам специально всегда открываю, показываю, что все это в режиме, видите, тут три мои канала, можно переходить. Вот, пишет мне Александр Калугин. Дима, не тело суть храма Бога нашего, кролику о татуировках он, правда, пишет, а дух возрожденный, праведный и святой, с новой безгрешной природой и запечатленный духом святым. И который не может грешить, да? Это дух у тебя свободу отнял? Где дух Господень, там свобода. Это раз. Ибо написано, рожденный от Бога не делает греха, да? И этот же апостол дальше пишет, но если вы согрешили, то кровь Иисуса Христа, то есть любовь Божия, прощает тебя, омывает тебя, покайся и дальше иди. Вот это стиховое богословие меня всегда просто поражает до глубины души духа. Понимает человек, что пишет? Нет, сейчас мы в этом убедимся. Я говорю, я-то могу даже продолжить, даже экспромтом читаю. Ты дальше почитай, что этот апостол пишет. Апостол Иоанн Богослов. Я же знаю, откуда это. Рожденный от Бога не делает греха, да. Но если, говорит, согрешили, покайтесь. Написано, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, все же от Бога. Абсолютно новым стал только наш дух, да? После рождения свыше тело осталось, и теперь пошло собственное богословие. После рождения свыше тело осталось прежним, и душа наша получила только частичное обновление. А наш дух стал абсолютно праведным, святым и безгрешным, да? Где и живет наш Бог, да? Я знаю, что Бог живет в сердце человеческом. Дух, это и ум, это одно и те же слова, кто понимает библейский язык. Тело же наше, поэтому ум Христов, это просто когда ты мыслишь евангельский, и, соответственно, пытаешься жить. Тело же наше может привести любого компьютера к греху. Ну, тут написано так, он, как я потом узнал, пишет с телефона, поэтому с ошибками там, или как с этими. Поэтому приходится додумывать склонения, слова, предлоги. Так как у него есть свои потребности, допустим, сексуальные, потребность в пище, вообще-то потребность в пище и в сексуальных удовольствиях, это естественно, это не грех. Это вот сейчас извращенное богословие, одно на другое прям прет. Которое может вырастить в чрезмерную, вот, вот, в чрезмерную, это грех, да. А что значит может вырасти, а ты что, животное, что ли? У тебя ума нету, есть. Именно этот ум, избирая между добром и злом, и несет ответственность за то и за другое. Или ты разделился, или тело теперь, все вот это лютеранские закваски. Пишет сейчас, я скажу, Баптист. Я потом только понял, я не сразу понял, сейчас объясню почему. Откуда все вот эти лживые учения? Оттуда. Менщик говорит, вот ты там наезжаешь. Да, именно оттуда все это вперед. Именно им это в голову частично вбили. Плюс он потом думает, что он сам поразмыслил так. А про душу можно и не говорить. Ему же стихов наплели туда, в кучку своего богословия. Ему потом кажется, что это может правда так. Сам он так читает стихами, и потом правду видит. Ну да, наверное, вот так. Но это чушь собачья. А про душу можно и не говорить. Она каждый день согрешает. Не словом, так делом. Да, так ты грешник или-то святой? Вот это дебильное учение Лютера о том, что тело не участвует в грехах духа. Это же бред полный. Ибо грех это не только то, что ты делаешь неправильно правильно. Человек вот когда он пишет, он вообще понимает, что он пишет. Сейчас мы узнаем, кто это пишет. Я не знаю, у человека хватит ли, он же такой претендует на роль смиренного. Вот посмотрим, ему хватит на мой ролик. Они все меня укоряют в некротости, в несмирении, что я не могу вот обличение принимать. Или как они, корректировки, конструктивную критику. А вы можете? Я сейчас конструктивно все скажу. Я параллельно так, в общими фразами, понимаю, откуда. Потом, поняв, сейчас объясню, откуда я узнал, кто этот человек. Я теперь понимаю, откуда все эти закваски-то. А ты можешь принять конструктивную критику? Ну да, слушай ролик до конца. Я говорю, вы в себе пример покажите, с чего я, вы знаете, все ролики. Иисус сам был примером жизни, а потом учения. Я ему в этом стараюсь уподобляться. А ты-то можешь? Вы меня укоряете все в непринятии конструктивной критики, обличений, корректировок. А сами-то вы способны на это? Я спокойно читаю ваши комментарии. Вот даже публично. Я просто не хочу, говорю, шизу себе заработать. Когда вы впиваетесь, как жало. Я не хочу свою жизнь превратить вот в это. В чтение вашего бреда на своих каналах. Я хочу благоествовать истины, живя по ней. Вот что я хочу, да. А этим-этим предел не будет этим. Причем все по кругу-то. Я-то один, а вас много. Я в этих роликах каждый раз говорю. Многим просто уже сбрасываю в ответ свои ролики. Да, когда мне задают одни и те же вопросы. Благо, уже есть ролики, я могу просто их сбрасывать. Вот и все. Так. Не только то, что ты делаешь неправильно, но и то, что ты думаешь. Сделать хорошо. Сделать хорошего. Но не делаешь. Это тоже грех. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Так что делай выводы сам. Это он меня богословию научил. Во-первых, 95%, что ты сказал, чушь собачья, ничего общая с Евангелием не имеющая. Это раз. Грех не то, что у тебя вот здесь, а то, что вот здесь. Здесь разум его называют. Все атеисты соглашаются, что человек разумный. Разум. А вот здесь ум. Умное сердце. Доброе сердце. Святое сердце. То, что входит сюда, и у тебя вечно кипят мысли, это не грех. А вот как все то, что сюда опускается, то, что в сердце влагает тебе сатана. Потому что в одно ухо входит доброе, а в другое зло. И вот то, что проникает в сердце, вот это грех. Это раз. Поэтому все, что ты тут написал, выводы я ему пишу. Я свои выводы давно сделал. Я озвучиваю их публично. Да и писание иногда почитываю. Так что ты мне Америку не открыл. Своими лжеучениями. Вот я просто писать не умею. Вот я поэтому сейчас, видите, выговариваюсь. Там я коротко ему написал. Он мне пишет, какие мы обидчивые. Да я не обидчивый. Мне просто эта чушь не нужна. Вот и все. Это ничего общего с Евангелием вообще не имеет. Даже несмотря на то, что ты вырвал оттуда стихи. Процитировал. Ну и что? Ты их все процитировал в абсолютно искаженном смысле. В абсолютно. Не понимая вообще ничего. Какие мы обидчивые. Если я для тебя ничего нового не сказал, то, думаю, ты согласишься. Так, читаем внимательно и слушаем. Что не тело есть храм Бога живого. Внимательно читаем, что пишет человек. Не тело есть храм Бога живого. Так, я теперь скажу, кто этот человек. Ролик, который вышел перед этим, кто меня слушает постоянно, я отвечал на вопрос этого человека. Я только потом... Вот тут написано, Александр Калугин. Я только потом увидел, что этот человек недавно стал мне писать ВКонтакте. Тут просто написано Александр Владимирович Калугин. И я не сразу понял. И только вчера вечером, когда я с ним переписывался, я понял, что это один и тот же человек. В прошлом ролике я отвечал на его вопрос. Дима, здравствуйте. Немного о себе. Мне 65. Человек годится мне в отцы. Но у меня нет лицеприятий. Я, кто со мной общался, это знаю. Поэтому мне, в принципе, все равно, сколько тебе лет. Какая у тебя борода, какой у тебя социальный статус, какой у тебя мирской охот действий, у тебя образование. Мне вообще без разницы на это. Мне важна истина, и мой путь, и жизнь по этой истине. Ибо я буду давать отчет за себя. С Богом я 6 лет. Ну, мы с тобой, получается, по сути, ты, несмотря на то, что тебе 65, в Боге, можно сказать, мы с тобой ровесники. Поэтому я общаюсь на равных. Хожу в братство ЕХБ. Ох, как меня баптисты жалят в последнее время. Когда я, типа, на них наезжаю. Я наезжаю на ваши лживые учения. Я вас лично не сужу. Это евангельский. Они все знают. Они Евангелие читают. Живут по нему, да? Ну, и вы помните вопрос. Как вы думаете, правильно ли каждый раз спросить у Бога благословения? Не знаю, что в Ефесе номер 3 благословен Бог, ты-ты-ты. Вы помните, да? Был вопрос. Кто нет, посмотрите предыдущий ролик по списку, да? Нужно ли брать? Я назвал его Дети Божьи. Возрастание. Что там? Возросление, совершеннолетие. Он еще не вышел, когда я сейчас записываю этот ролик. Но он, я знаю, выйдет, естественно. Сейчас опубликуется скоро. И потом еще этот выйдет. То есть мы поняли, кто пишет. Человек не с улицы. Человек взрослый. Ну, я думаю, образованный наверняка. 65 лет. 6 лет в Боги ходит. Когда он мне вчера в переписке стал задавать новые вопросы, я же не понимал сначала, что это один и тот же человек. А тут же параллельно все это происходит на Ютубе наши с ним переписки. И переписка ВКонтакте на Ютубе отличается. По напору, по какому-то это. Я не сразу даже... А когда я увидел... Наверное, все-таки имя, фамилия настоящие. Но аватарка даже ВКонтакте, и там ничего не поймешь, что за человек. Человек мне пишет. Ты согласишься? Думаю. Нет, я не соглашусь. Я не соглашусь. Более того, сейчас твое лжеучение буду обличать. Светить на Него светом истины. Не тело есть храм Бога Живого. Запомнили эту фразу, да? Но я еще раз к ней буду не раз возвращаться. А наш возрожденный дух. Вот откуда человек все это придумывает? Ты, брат, вводишь... Я, во-первых, тебе не брат. Брат мне тот, кто верит в Евангелие Иисуса Христа и живет по Нему. Ты говоришь, не Евангелие Иисуса Христа. А живешь ли по Нему, я вообще знать не знаю. Мы с тобой в переписке один день общаемся, там два. Я перестал называть братьями и сестрами всех подряд верующих в Иисуса. И бесы веруют. И трепещут. Бесы мне не братья. Я не знаю, не твоя жизнь. Моя жизнь публично. А уж то, что ты проповедуешь, так ты мне вообще не брат. У нас с тобой раз... Я прям, прям говорю, у нас с тобой разная вера. Разная. Я верю не просто в Иисуса Христа. Я верю в Иисуса Христа и Его благовестью. Его вестью. Его учению. Все, что Он произнес. То, что ты сейчас несешь, ничего общего с Евангелием не имеет. А нас, ты брат, вводишь в заблуждение христиан, да? Говорят, что тело наше есть храм Бога Живого. Так. Надо просто признать свою ошибку. Каждое слово запоминаем внимательно. Я должен признать свою ошибку. А вот человек, призывающий меня, сам способен на это, признавать свои ошибки? Сейчас мы узнаем. Сейчас утро, полдевятого. Эта переписка была вчера. Ну, вот написано, 10 часов назад, то есть поздно вечером. 12 часов, там 13, вон первое сообщение. А не делать отписку. Что я для тебя ничего нового не открыл. Без обид. Без обид, родной. То, что я сейчас говорю, ты тоже не обижайся. Ты же меня призываешь признать ошибку, не обижаться. Я тебе делаю то же самое. Ты же себе пример подаешь. Я надеюсь, ты тоже не обидишься, раз ты такой необидчивый. Ты претендуешь на истину. Призываешь меня к покаянию. Обвиняешь меня в введении в заблуждение христиан. Сейчас мы узнаем, кто вводит кого в заблуждение. Тем, что я говорю. Заметьте, в чем я ввожу в заблуждение. В чем мой грех. Тем, что я в заблуждении христиан, говоря, что я говорю, что тело наше есть храм Бога. Запомнили? Я говорю то, что ты... А что он говорит? Без обид я говорю то, что открыл мне Бог. Ему Бог это открыл. Через две тысячи лет он новое Евангелие придумал. Ему Бог открыл. И хочу, чтобы и братья это понимали. Что я отвечаю на этот человек? Свои небожьи откровения оставь себе, я им пишу. Они противоречат истине. И пиши ему. Читай внимательно. Я не знаю, что сегодня будем делать. Шесть глав будем читать первого послания к Коринфянам? Или сколько будем читать? Кто интересуется этим вопросом, давайте сначала прочитаем хотя бы шестую главу. Хотя читать надо с первой. Хотите, давайте с первой почитаем все-таки. Вопрос, наверное, все-таки требует серьезного ответа. Первое послание к Коринфянам. Так, нет, ну все, мы все-таки читать не будем. Почитаем хотя бы... Так. Давайте с третьей главы. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными. Вот с этим человеком я не могу говорить, как с духовными. Шесть лет баптист, шесть лет покаялся, 65 лет человеку. Говорить с ним, как с духовными, я не могу. Ну, как с плотким, да. Ну, максимум с младенцем во Христе, я всем говорю всегда. Павел пишет. Я питал вас с молоком, а не твердой пищей. Ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, несмотря на то, что вы десять лет сидите в своих собраниях, там, в капищах, в этих, или сборищах. Потому вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступайте? Ибо когда один говорит, ну, тут он другую тему, да, вы помните. И если помните весь контекст первого послания, с первой главы, что идет, да, вот это. Вот им понаразделились. Я. Я ЕХБ. Я протестант. Я православный. Вот, вы плотские еще. Вернитесь и станьте кем. Павел осудил всех, кроме кого, Христовых. Тут он закончит этим. Ну, хотя не об этом, но я просто взял чуть побольше. Хотя можно было поменьше урезать, конечно. Я Павлов, я Полосов. Хотя к нему очень подойдет. Может, додумается выйти из системы. И не по человеческому ли обычаю поступайте? Ибо когда вы говорите, он же мне написал. Это же его слова обличают даже вот это. Я ЕХБ. Я член Евангелия. Кто ты? Ты должен быть просто Христовым. А не Павловым, не Аполосовым. Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, из которых вы уверовали. Притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Потому и насаждающий, поливающий есть ничто, но все Бог взращивающий. Насаждающий, поливающий суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Что отрицают те же самые баптисты. Ибо мы сработники у Бога. Об этом я сейчас не буду говорить. О суде они его полностью отрицают за злые дела. Да и вообще, что они могут сделать перед Богом? У них любимая фраза. Не от дел, чтобы не хвалился. И у баптистов в том числе. У них это все, кстати, на сайте опубликовано. И я поступал, и некоторое время проучился в баптистской семинарии. Я знаю, о чем я говорю. Хотя сейчас баптисты меня закидают. Я представляю этими сообщениями. Ну, мне это все по барабану. Ибо мы сработники у Бога. А вы Божье Ниво, Божье строение. Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. А другой строит на нем. Но каждый сам смотри, как строишь. Потому что ты за себя будешь давать отчет. Бог не будет судить системы. Будет судить тебе. То, что ты принимал живое учение своей системы, это твои сложности. Приняв это учение, ты жил по нему. И получишь по делам своим. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании? Смотри, как строит. Из золу, серебра, драгоценных камней, сена, соломы. Каждого дела обнаружится. Каждого дела обнаружится. Ибо день судный покажет. Потому что в огне открывается огонь, испытывает дело каждого. Не веру, а дело. Каково оно есть? У кого дело, а не вера? Устоит, которое он строил, сам строил. Не Бог в нем строил. Бог своей благодатью во мне действует. Пока не действует, я никуда не иду. Ну-ну. Ну, потом твое дело будет известно всем. Тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Ну, так как бы из огня. Я тоже верю во всеобщее покаяние. Но только слава будет у всех разная. Разве не... И теперь читаем внимательно. Что пишет апостол Павел. Читал этот человек когда-нибудь послание? Евангельский христиан-баптист. Шесть лет. Разве не знаете, что дух ваш, храм Бога Живого, вы, вы, он пишет, храм живого Бога. И дух Божий живет в вас. Этот человек публично обвиняет меня в том, что я ввожу в заблуждение христиан, говоря, что дух Божий живет в теле. А я не тело. Дорогой, вот судя по твоей аватарке, и потому что вы все прячетесь и скрываетесь, такое ощущение, что вы действительно невидимые духи. А я человек. Меня видно только благодаря этому телу. И все эти опять богословия, трихотомии, дух, душа и тело. Дихотомия. Видимые и невидимые. Тело и душа, как они там, не знаю, или дух, или все вместе, душ-духу соединяет. Вот есть видимое и невидимое тело. Вы. Вы. Я это человек. Это все мое. Все. Даже сейчас это тело смерти, тело греха, оно на мне. Это я. Бог живет во мне. Он все меня проницает. И это тело я содержу в чистоте. И гигиенической. И тело, казалось бы, но я его содержу в чистоте духовной. Вы мне скажите, секс с блудницей или с женой чем-то физически отличается? Нет. Но при этом блудник-грешник, а спящий, занимающийся любовью со своей женой или мужем, не грешат. Значит, у тела плотского, грех-то духовный действие одно и то же. Если вам показать две картинки, простите, два видео, и не сказать, в каком муж и жена, вы ничем не отличите. Более того, возможно, вам даже, я буду прямым языком говорить, этот акт любви. Постараюсь красивые фразы употреблять. Вам на одном ролике покажется даже более благопристойным. Возможно, это, хотя это, возможно, блудники или прелюбодеи. Но по своему внутреннему целомудрию, все это у них более скромно, чем у христиан. И я не говорю, кстати, что там это грех. И грехом или не грехом на этих двух картинках будет только отличие в том, кто они. И я говорю, кстати, по внешнему виду этого события, этого акта любви, можно... Ну, а где-то, получается, не любви, пусть это грех, да, при любодействии блуд. Если вам не скажи, где муж и жена, вы даже можете попутать. Потому что внешние действия одно и то же. Одно и то же. Вы, это я целиком, это мое тело. И ладно бы я толковал эти слова. Я просто привожу специально, я хотел, ему-то я скинул прям суть самую. Ответа больше не поступило. Вы, храм Божий, а я это все, и тело мое в том числе, и душа моя. Или вы, он говорит, это дух ваш. Дух ваш, храм Божий, и дух Божий живет. Нет. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Не дух ваш, а вы, апостол пишет. Но те, кто любит вырывать, вот так и то же. И это мог криво истолковать. Во-первых, мы закончим все-таки, да. Мне очень хочется этому человеку, может он еще решит из своей лживой системы, которая ему, кстати, 100% вот эти закваски привила. Почему я наезжаю на баптизм? Вот человек, представитель баптизма. Имею я право по нему судить о баптизме? Конечно. Если человек, мужчина 65 лет, в братстве 6 лет, несет эти лжеучения, он что, там сидит на лавочке и молчит 6 лет? Возможно такое. Тогда это вообще не церковь, это не братство. Если он 6 лет молча просидел на лавочке, только потребляя и кушая то, что ему вот такой же пастор на голову кладет. Это раз. Это никакое не братство. Тогда у вас просто иерархия. Это обычная секта. Вот и все. Если он это все там, если уж он тут на моем канале спасает христиан, провозглашая истину, уж, наверное, в его собрании все знают, как он мыслит. Если он так мыслит, находится в этом братстве, значит братство с ним единомысленно. Значит, единомыслен с ним, тем более, а у них там есть все-таки пасторы. Значит, пастор все это знает, пастор согласен. Пастор согласен, значит, пастор учился в семинаре, я видел, как все это происходит. У них там тоже братство этих пастырей. Все. Значит, так, это учение баптизма. И это ложь. А значит, отсюда и вывод какой. Баптизм ложь. А еще круче, больше возьмем. Протестантизм ложь. Ну, мне хочется ему просто дочитать, именно этому человеку, но и ему подобным. Никто не обольшает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке этом, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира всего, это безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавствиях. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетные. И так никто не хвалит с человеками. Пусть он там, может быть, и не хвалился. Ибо все ваше, Павел ли, Аполос ли, Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Мы можем называться только христианами, Божьими. И более того, я говорю, я сегодня нету тему хотел поднять, не потому, что он баптист. И ради Бог, будь кем хочешь лично, мне вообще без разницы. Хотя это все лжеучение. Начинает он с чего? Ибо домашних хлоиных сделались мне известным, а вас, братья, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполос, я Кифов, я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? И мне иногда тыкали. Ну ты тоже же отделяешь. Нет, родные. Когда Павел все это произнес и употребил, что одни говорят, а я Христов, он и говорит. Чем заканчивает ты, Павел? Вы же Христовы. Христовых он не осудил в этом названии. Не путайте это. И я призываю всех по образу апостола Павла быть Христовыми. Из всех этой кучки разделившихся, он обличил всех, кроме Христовых. Это очень важно понимать в Писании. Это раз, но это ладно, это кому-то уже. Дальше пропустим чуть-чуть. Я могу вам прям с комментариев прочитать могу по этому тексту. Я ему с 9 стиха пишу. 6 главы. Это же все продолжается. Специально он показывает все послание Коринфянам. Когда из разных посланий лепит, ты можешь дополнить. Но послание, любой стих должен сам себя как бы раскрывать. Я говорю, можно там, что Павел вы, может быть, он вы имел в виду, вы же духи. Бог же отец духов. Сейчас можно понаплести кучи. Это пишет один человек. Одно послание. На главы, на стихи поделили люди. Мы спускаемся специально у вас на глазах, прокручиваю все это. Мы спускаемся до 6 главы. У меня даже есть деление, что с 6 главы 9 стиха, кто смотрел мое чтение к Коринфянам, я так и назвал тем храм божий. Точка блуд. Ну, потому что речь о блуде. И, пожалуйста, кому интересно, на канале Христолюб, в разделе Новый Завет вы можете найти послание Коринфянам. И там есть вот это тоже у меня проповедь. Но тогда я не с той мысли, что кто-то противится этому. И, возможно, я не делал акценты. Почему, конечно, каждая проповедь индивидуальная. Сейчас я буду делать, конечно, именно на это. Я даже не думаю, что у кого-то есть сомнения в мыслях, что тела наши храм живого Бога. Я ему вставил весь кусок с 9 по 20 стих. Я ему даже здесь, там можно выделять в комментариях, ну, кто-то многие фишки знает, не знаю. Вот тело для Господа. Тела ваши. Тела. То есть вы, Павел, имел в виду меня. Почему я там все это произнесу? Я все, что я делаю в своих чтениях, когда читаю Писание, это я заранее говорю много и долго о том и разжевываю то, что мы будем говорить, то, что будет написано. А после еще раз все это пытаюсь перемолоть. Павел пишет. Тела ваши. Суть храм, живущий у вас, Святого Духа. Куда еще прямее языком написать? Потому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. Ну и давайте еще раз. Это я так кратенько ему выделил. Читаем. Вот у вас прямо на глазах все. Шестая глава. Или не знаете, что неправедные Царства Божьего не наследуют? Он мне только что там... Вы помните комментарии? Я надеюсь, у вас в памяти все хорошо. Он только что писал, что тело там куда-то несет, и это не страшно. Душа. Я вам только что... Я не просто так взял пример с блудом. Вот сейчас речь идет о блуде. Я не просто вам этот пример взял. Совокупление блудящих людей или прелюбодействующих. И акт любви супружеской пары. Очень, по-моему, хороший пример. И возьмите, я говорю, два ролика. Ну, допустим, у нас они... Это же притча. Образ, символы. Я пытаюсь подать. И вы увидите две картинки. Как вы определите, кто из них муж с женой? По целомудренной позе? Ну, об этом у меня только недавно ролик тоже вышел. Об интимных отношениях. Потому что я коснулся. Кто там будет эту целомудренность мерить-то? Да возьмем даже одинаковые картинки. Одинаковую позу. Простите за откровенность. Но это так. Это наша жизнь. Здесь нечего тоже стесняться. Я надеюсь, меня слушают взрослые люди. Кто? Как вы определите? Никак. Кто из них муж с женой? А кто грехом занимается? Потому что внешне тело, оно неплохо, нехорошо само по себе. Оно, когда спит, оно не грешит. Но оно и добродетелей не делает. Оно просто есть и все. Грех тела – это грех духа. И это неразделимые вещи. Ты согрешил в духе, ты согрешил в теле, ты согрешил в духе. Если ты блудишь, неважно какой грех, вернее, телом ты совершаешь. Ну и самый яркий, один из известных. Блуд, прелюбодействие возьмем. У тебя дух согрешает. Потому что вначале все отсюда. Из сердца, Господь сказал, выходят злые помыслы, которые превращаются в дела. Прелюбдеяние. И апостол Павел об этом писал. Господь говорил об этом. Пьянство, нечистота. Пьянство само по себе вышло? Нет. Из сердца вышло. Из умного сердца. И не отсюда. Здесь ты помыслил. Выпить, не выпить. А решил ты, если ты спустилась, не выпить? Вышло добро. Выпить на пицце и избить жену. Это вышло отсюда. Потому что это спустилось зло к тебе. Или добро. Это коробка разума. Она ничего. Она не плоха, не хороша. Это Бог ее создал. Бог насадил это древо познания добра и зла. Это вот разум. Символьно нам открыто красивым образом. Древо познания добра и зла. Это разум. Его Бог создал. Он не грешен сам по себе. Поэтому все, что вам входит в голову, как он написал. Я тут параллельно все же учения его пытаюсь разоблачить в этом одном комментарии, в котором он нагородил. Это не грех. Разум не грех. Его создал Бог. Это символьно нам в первой книге бытия описано древом познания добра и зла. Это разум. Сюда всякое входит. И хорошее, и плохое. А вот то, что спускается в мой сердце, а еще и потом выходит, это является грехом. Даже спускание в сердце этой мысли, принятие этой мысли. Ты пожелал этого, это грех. Дух Святой покинет твое сердце. Потому что тьма и свет не обитают в одном месте. Ты можешь это, в принципе, не выносить наружу. Ты можешь не изменить своей жене. Но Господь сказал, кто вожжелал, посмотрел на женщину с вожделением. Сам идет с женой, а там уже в фантазиях перекрутил с этой тетей навстречу или девочкой идущей. Все свои мысли грязные. Уже здесь идет и блудит с ней во все. Если ты выкинул, не принял, закрыл свое сердце от этого греха. Все, ты свят. Не важно, что у тебя здесь. А если ты вожжелал этого, с вожделением, посмотрел, с желанием, ты действительно принял это. Ты позволил сатане вложить это в сердце. А когда ты уж согрешил, просто сатана в тебя вошел. Читаем. Или вы не знаете, что неправедные царства божьи не наследуют. Ты не знаешь? Лютер не знал этого. Он оправдывал все свои беззакония. Не обманываетесь. Это я всем говорю, кто так же мыслит. Ни блудники, ни идолослужители, культовики, вот эти религиозники, ортодоксы, православные с католиками. Вы язычники, идолослужители. Ни прелюбодеи, ни молоки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство божьего не наследуют. Он тут грехи тела с грехами духа перемешивает. Потому что это одно и то же. Потому что человек это не разделено. Он когда вверху сказал, ну потому что мы читаем по тексту, я так выражаюсь, вверху. Мы не слева направо, как в книжке. Читали. Вы, Павел, когда назвал, он человека не разделял, как любит так все рубить эти богословия. Дух, там душа, тело. Какая разница? Я, я, храм живого бога. Я, этого достаточно. А я состою из тела. Я его не на вешалку вешаю, когда спать ложусь. И такими были некоторые из вас. Но омылись. Чем? Духом только. Но осветились. Но оправдались именем Господа нашего, Иисус Христа, и Духом Бога нашего. Да, Бог нам все прощает в день покаяния. Если мы покаемся, потом сотворим достойные дела. Если нет, он призовет и спросит все то, что он тебе простил. Это об этом Господь притчу четко рассказал. Все мне позволительно. Да, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Ну, тут Павел, в принципе, определение греха такое тоже красиво дает. Пища для чрева. Вот о чем он писал. И чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа. И Господь для тела. Раз. Три раза сейчас Павел скажет истину, которая противоречит, а точнее то, что высказывал этот человек, противоречит истине. Тело. Внимательно обращаем внимание. Тело для Господа. Павел здесь речь идет о блуде, потому что вы знаете, в Каринской церкви сейчас он подведет. Дальше будет тема развивается. Там были грехи, блуда, прелюбодействия. Причем Павел неоднократно их писал, чтобы они там что-то сделали. Нам досталось послание, как мы видим. Потому что он говорит, я многократно вам об этом писал. Чтобы вы что-то с этим сделали. И там ничего не делали с этим. Потом прямо уже начал говорить, что это грех извернить этого человека. И слава Иисусу, что за нас все это дошло. Почему здесь просто речь он касается. Он что только что мы можем сюда любое подставить. Тело не для воровства, но для Господа. Он только что перечислил. И это только малая часть. Мы все прекрасно знаем. Жизнь многогранна. Бог воскресил Господа. Воскресит и нас силою своей. Разве не знаете? Внимание. Человек. Еще раз зачитываем, в чем меня обвиняет. Еще раз его претензию зачитываем. Думаю, что вы согласитесь. Нет, не согласуюсь. Что не тело есть храм живого Бога. Ибо ты, брат, вводишь в заблуждение христиан, говоря, что тело наше есть храм живого Бога. Так, ты это родной Павлу скажи. Разве не знаете? И я говорю это. Говорю, потому что люди должны знать, что тела ваши, суть члены Христовы. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет, если здесь опять образ-то маленький. Но я уже хотел на него, ваш, обратить внимание. Что тела наши, не дух, а тела наши, суть члены Христовы. Его тела, мы тоже являемся телами, а не духом мы являемся членами тела Христовы. Тела наши являются членами тела Христовы. Это раз. Но это не самый сильный, но уже один из моментов. Вернее, второй. Тело же для Господа. Тела, не дух, как этот человек придумал свое богословие. А возможно, его это баптистское учение, ему это вбило в голову. И он уже верит, что он сам до этого дошел. Или исповедует это лживое учение своей секты. Итак, отниму ли члены у Христа, то есть тела наши, чтобы сделать их членами блудницами, когда вы будете согрешать телом? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся блудницы становятся одно тело с ней, ибо сказано, два будто одна плоть. А соединяйся с Господом, один дух есть с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Внимание. Шестая глава, девятнадцатый стих. Человек меня обвиняет в том, что я проповедую ложь, вожу людей в заблюждение, христиан. Не знаю, а я ему отвечаю, не знаешь ли, дорогой мой, ты читал, вообще ты баптист, шесть лет, евангельский христиан, баптист, как вы себя называете. Я член братства ЕХБ. Не знаете ли, что тела, тела ваши, суть храм, живущего у вас, святого духа. Не понял. Павел, ты чего это? Ты баптистов слушал? Ты с баптистами общался? Ты что, Павел, проповедуешь? Человек мне пишет, вводишь в заблуждение, что тело есть храм Бога Живого. Что тело наше есть храм Бога. Ну, одно и то же, он два раза написал. Павел уже четко пишет полную противоположную фразу тому, что говорит этот человек. Тела ваши, суть храм, храм, именно храм, слово стоит. В скине, там неважно, это вообще не имеет значения. Тела наши, храм живущего у нас, святого духа. Бог есть дух, Бог есть свят, святой дух это Бог. Тела наши, суть храм Бога Живого, святой дух живой, он не мертвый. Как вы считаете, кто? Рассудите, мои родные, любимые, в комментариях. Человек публично меня обвиняет в том, что я проповедую ложь. Ввожу в заблуждение, говоря, что тела наши, людские, суть храм Бога, Духа Святого. Бог есть дух, Бог свят. Святой дух это Бог. Живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете в от Бога. А он и есть Бог. А вы не свои. Ибо вы куплены дорогой ценой. Потому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Поэтому все его эти бредни по поводу того, что... Это лютеранские, закваски, я просто знаю это учение Лютера. О том, что тело и душа не участвуют в грехах, дух не участвует в грехах тела и души. Это чушь собачья, антиевангельская. Мало то, что он сам в это верит, он еще это распространяет. Прославляйте Бога и в телах ваших чем святостью? Которые суть Божьи? Тела Божьи наши. В телах ваших, которые суть Божьи? Тела Бога. Тела Бога наше. Тела для Бога, для Господа, для Бога. Суть Божьи. Это тело. Это тело. Даже не воскресше это. Он пишет живым людям. Нам с вами. В плоти и крови сейчас. Эти тела Божьи. Сейчас уже это тело Божье. Оно должно быть чисто у тебя. Ибо оно, что храм живущего у вас. Тело, не дух. Тело ваше. Суть храм живущего у вас Святого Духа. Это я говорю. Это я проповедую. Это я ввожу в заблуждение. Я другую не беру. Это где вообще прямым языком. Вы знаете прекрасно другие места все. Это просто самое яркое. Мне очень нравится у Павла в Каринской церкви. То ли человек, этот Александр, не успел еще прочитать мое это сообщение. Потому что они одновременно практически пришли. И мне кажется, я ему еще этот ответ не успел отправить. А он уже следом за своим вот этим. И опять мне пишет. Думаю, если ты признаешь, что храм это не тело. А возрожденный Дух, откуда он это взял? Где ты можешь ссылку дать? Вот ты несешь эту ахинею. Ссылка где? Что храм Бога живого, это возрожденный Дух. Я тебе зачитал ни кусками, ни цитатами, ни по два стиха даже. Не поленился тебе. И не стал понимать, что из третьей главы там еще можно извратить. Правда, вы, я от твоего тела неотделим. Я говорю, я когда ложусь спать, я его на вешалку не вешаю. Поэтому я лишь из шестой главы ему вот этот весь кусок послал. Вы видите. И другие места, которые еще можно как-то извратить. То уже вот эту шестую главу, тут уже я не знаю, как можно извратить. Но мы посмотрим, чем это закончится. Я почему это делаю публично? Вы просто уже видели пример, когда до людей это доходит. И я если чувствую надежду, я это делаю. Если без надежды, я знаете сколько, я думаете, я же вам обещал, что не буду всяких гадостей, я вам это все не зачитываю, я кого-то баню. Ну, все как обычно. Я когда вот эту амнистию провел, да и вот эти ответы стал писать, я вам просто показал, и плюс я вот этот плейлист завел, а подсказки блогера, я хотел, чтобы люди просто увидели, и с чем придется сталкиваться, вот и все. С поруганием Христовым, несением креста, это все вот из этой серии, да. Когда ты будешь благовестовать истину. Дальше-то все продолжается в том же русле, я вам все это не показываю. А здесь я просто беру эти комментарии. В принципе, я мог просто произнести проповедь, слово, да. Я вот пользуюсь. И возможно, я могу ошибаться, я на прозорливость не претендую. Но мне кажется, вот даже в прошлый ролик, кто смотрел про иконы, ортодоксия, я сомневаюсь, что за человек что-то дойдет. Ну, один раз можно. И того человека я уже забанил. Этого еще нет. Но я сейчас вообще, в принципе, мой монолог к этому человеку, в принципе, обращен. Ну, и к подобным ему. Которые были до него или будут еще после него. Думаю, если ты признаешь, что храм это не тело, а возрожденный дух, то вся твоя проповедь, он мне пишет, будет лишена смысла. Она не будет лишена смысла, потому что я твою ересь признавать не собираюсь. Потому что я исповедую жизнь и учение Иисуса Христа. И я его только что провозгласил, в отличие от тебя. Поэтому ты ответил мне так обтекаемо. Ну, я говорю, это он пишет не после этого. Потому что мы одновременно, видимо, отослали. Он мог не видеть еще этого моего, вот этого, с ссылкой. А просто он вдогонку к своему прошлому комментарию послал. Признай, брат, свою неправоту. Хотя это очень трудно. Я не желаю тебе зла. Ради истины. Или опровергни мои выводы. Я ему послал вот это сообщение. Я говорю, я так понимаю, просто одновременно отослали. Потому что написано 10 часов, но тут минуты не стоят. Ну, это так и было. Я просто по факту пересказываю. Реальность, как это было. И вот я хочу обратиться к тебе, дорогой мой, Александр. 65-летний, состоящий 6 лет в евангельском братстве христиан-баптистов. Ты в себе мне теперь покажи пример. Признай свою неправоту. Вы мне все все время тычете в непринятии критики конструктивной, обличений. Твои умозаключения, твои личные. Или, получается, я сужу по тебе от твоей секты. И имею на это полное право. Я им то, что цепочку своего видения рассказал. Потому что если ты ходишь туда, либо ты вообще просто овощ на грядке, который сидит и все, которого поливают. Если вы общаетесь с братства, как ты говоришь, все это знают. Если ты это выплескиваешь, еще более того претендуешь на то, что ты людям истину открываешь, я тебе показал, какая истина. Я доступен в скайпе, пожалуйста, давай звони, публично будем общаться, запишем. Может, я что-то не так понимаю. Ты мне, может, мы будем переписывать еще 10 лет. Когда мы с ним переписывались вконтакте, у меня там еще стал вопросы задавать. И когда до меня дошло, что это один и тот же человек, я увидел. Нет никаких, ни фотографий, ничего. Лишь по фамилии, вот поэтому я понял, что это по имени, фамилии, догадался хоть как-то, что это один и тот же человек. И там, я уж потом, дошло до меня, если ты не признаешь своей как раз ошибки, я общаться не буду. Если ты сознательно противишься истине, если ты не способен как раз к покаянию, о чем речь, о чем наше общение, ты будешь меня потом другими вопросами засыпать, тебе уже не нужна истина. Не нужна. Признай, брат, свою неправоту, я тебе твоими словами отвечаю. Я дал ответ четкий. Это не мой ответ, это вот, как вы любите, написано. Твоя небожье откровение, как ты ж от Бога у тебя, ничего общего с истиной не имеет. Это очень трудно, да, но тебе придется это сделать. Либо тогда, как я говорю, я верю, может, ты будешь со Христом, с Иисусом в Царстве Небесном, но пока до туда будем краями. Потому что общаться не о чем с человеком. Вопрос серьезный, причем ты меня публично сам обвиняешь. Ну, мы подождем, может, я какой-то ответ новый будет. Но ты мне ответь на вопрос, что мы будем делать вот с этим посланием. Причем не только с 6 главой, а вот с 1 по 6. И с другими местами, которые я сегодня не стал приводить, и больше приводить не буду. Если есть желание, если ты такой герой, созванивайся в скайпе, публичную беседу, я и другие места буду объяснять. А вот так ролики писать вдогонку я больше не буду. Одного раза достаточно. Если у кого-то есть сомнения, что тело это храм, живого Бога, можете жить как и хотите. Сначала вот этот, давайте с этого момента начнем. Самое явное. Есть много других мест, вы все прекрасно знаете. Ради истины. Я тебе зла тоже не желаю. Я надеюсь, ты просто покаешься, вот и все, изменишь свое мировоззрение ложное. Вот и все. И действительно будешь жить в соответствии с ним. Если там свои грехи оправдываешь. И другим это проповедовать. Или опроверни мои выводы. Я опровер. Причем там целую кучку у тебя поднабрал. Так параллельно. Там я много своими словами говорил. Да. Ну, потому что это распыляться. И так ролик на 50 минут получился. Я ж не умею кратко. Я поэтому и не отвечаю мне про отписки. Да потому что я не умею. Да, у меня нет таланта писать вот такие вот трактаты. Я вот, у меня есть другой дар. Тут я тебе кратко написал. Выделил. Вот, вот, жирники. Тела, храм Святого Духа. Прославляйте Бога в телах. Они божьи. Божьи тела. Вот эти наши. Что еще надо? Если ты не покаешься, я тебя заблокирую, забаню, конечно же. И ВКонтакте переписываться тоже не буду. Нет никакого смысла общаться с человеком, который сознательно противится истине. Нет никакого смысла. У меня много общения. Мне много людей звонит. Много пишут. Зачем я буду отвечать на последующие вопросы, если видно отношение какое? Ну, и по поводу я все-таки заключу свою мысль о всех этих конфессиях. Вот живой пример. Я еще не знаю, еще не сразу осознав, что это один тоже человек, когда там, наверное, ВКонтакте шла переписка. Я вам только кусочек показал. Прошлый ролик я, получается, на его же вопрос ответил. Я, когда у меня там, я сейчас не буду, ну, вопрос о скорбях там у нас походу пошел. Хотя я не совсем понимаю его формулировку там. Я понимаю, что опять просто так я не могу ответить. Я единственное сказал, а можно я задам пару вопросов? Вы Новый Завет читали когда-нибудь? Кажется, вопросы странные. Даже для евангельского, наверное, христиана-баптиста. Это так. А как его читать? Он говорит, ну, я не так тщательно, как ты. Да никак. Это куда мы денем? Куда? Куда? Ну, вот ты подумай, куда это деть, и как ты будешь с этим жить. И тогда мы. И пока это тебе придется публично. Как минимум вот в этих комментариях. Ты же мне в комментариях все это пишешь, все это видят. Вот в комментариях и пиши. У меня все. Мои контакты всегда у вас на экране. Все тексты понятные, хорошо видимые, с некоторыми выделениями, с обращениями внимания на какие-то слова. Кто знает, на сайте Христолюб. В описании к ролику тоже есть ссылка. Все там доступно. Читайте, назидайтесь. Я это делал для себя и для всех ищущих, алчущих и жаждущих познания истины. Люди, которые готовы возрастать. Готовы отказывать от своих заблуждений. И проповедовать. И жить поистине ее проповедовать. Кому я нужен, вот контакты у меня всегда на экране, в описании к ролике. Для дебатов, для споров, для общения во Христе, как угодно. Просто я уже много раз говорю, я не хочу себе зарабатывать шизофренией. Вот и все. Поэтому я ограничиваю где-то свое общение. Это да. Имею на это полное право. Иисус тоже удалялся от многих. И потом это делали ученики. И Господь учил. Бьют, бегите. Подписывайтесь на мои каналы, кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. Смотрите ролики, пишите ваши мысли, размышления, комментарии. Задавайте вопросы. Я буду на них стараться отвечать на какие-то, может не на все, выборочно, но что смогу. Ну и естественно, если все это вам нравится, полезно, назидательно, ставьте лайк обязательно. И делитесь этим роликом на ютубе, в социальных сетях со всеми, кто алчатый жаждет истины. Истины. Евангельской Христовой правды, чтобы жить по ней. Но я вам напоминаю заповедь Иисуса любить друг друга. Но только эта заповедь новая у нас в Новом Завете отличается от заповеди, которая была от начала тем, чтобы мы любим. Когда меня тоже укоряют в том, что я, а вот это не любовь. Да нет, я поступаю по примеру и учению Иисуса Христа. А вы помните, как он общался со своими учениками? Человек претендует на роль брата. А вы помните, как Иисус спокойно Петру, когда тот его по человеческому рассуждению неправильно рассуждал, сказал, отойди от меня, сатана. Вот я говорю то же самое. Вот поэтому мое лицо не очень благорасположено и такое, какое есть. Именно потому, что и это я поступаю по Евангелию. Пока-пока.